На предприятии Гомель Буд Материалы сейчас функционируют три основные цехи. По вытворчеству минеральных плит, блоков с ячейстого бетона и силикатные цеглы. Например, опошний год вырабляется 86 миллионов штук. Больше 320 тысяч метров кубичных блоков и 600 тысяч метров кубичных плит. Сыровина у основных мясцовая, однако для вытворчества некоторых видов продукции выкористовывается привезенная из Украины. С наших материалов можно возводить любые дома, 9-этажные строятся и так далее. Минеральная вата используется как для реновации зданий, утепления зданий, так и при строительстве новых. Кровельная плита используется, сэндвич-панели производятся тоже с нашей Минплитой. На предприятии добро разумеют звычайную истину. Как быть конкурентоздольным на рынку, нельзя стоять на месте. Постоянно треба шукать шляхи для развития. В первую шару это тычется модернизацией вытворчества и поляпшения якости продукции. Продолжаем работать над этим, искать. У нас очень современное оборудование. У нас все виды продукции сертифицированы CE, европейским стандартом. Поэтому нам позволяет работать сегодня с любым потребителем. Сегодня, каля 40% продукции накировается за мяжу. Экспортная география закрывает такие краины, как Россия, Украина, Латвия, Литва, Польша, Италия и Словения. Дорогие, подчас визита старшине Гомельского гарбы Канкама, разума идеи о приватности и о поширении рынка взбыта. Безусловно, только за этим будущее. Потому что есть по отдельным позициям и конкуренты, и на внутреннем рынке у наших гомельского материала. Поэтому, безусловно, надо искать новые рынки сбыта продукции. Тогда все, как говорят, можно уверенно смотреть в ближайшее и более далекое будущее. После знакомства с вытворчестью и экономичными показчиками отбылась встреча с прационным коллективом. И она отрималась корыстной для обо двух боков. Работники предприемства доведались о перспективах развития областного центра и выказали свои пропоновы. У свою шаргу старшиня Гарбы Канкама Петр Кириченко подшел о проблемах, які хвалюють людей. Я считаю, что данные встречи нужны, потому что позволяют увидеть, какие проблемы есть на нашем предприятии, наметить пути их решения. А также власти доносят те проекты, те тенденции в экономике, политике, которые сейчас происходят. Если, как говорят, что двигатель экономики – это строительство, я хотел бы, чтобы этот двигатель работал на полную мощность.